Всем привет! Всем нам 17-й год запомнился не только стремительным ростом цены биткоина, но и бумом ICO, когда на одном только хайпе даже малоизвестные проекты могли собрать сотни миллионов. Ажиотаж вокруг ICO также ассоциируется с ростом и падением цены эфириума. Большинство стартапов основывали свои разработки именно на блокчейне от Виталика Бутерина. Погоня регуляторов за скамом в индустрии породила новые проблемы. Теперь у многих людей ICO ассоциируется с чем-то плохим и ненадежным. Зато они вполне готовы вложиться в монету, в которую на ранней стадии инвестируют венчурные фонды, чтобы потом продать ее обычным инвесторам в 100 раз дороже. Сейчас считается нормальным запуск приватной стадии продаж монеты богачам, а через полтора года стартует официальный раунд сейла этой же монеты, но уже для обычных инвесторов. Они готовы покупать ее в 100 раз дороже от той суммы, за которую она была продана фондом. ICO стали не тем, чем должны были быть. Концепция ICO подразумевает полную децентрализацию и минимизацию доверия к третьей стороне. Однако на самом деле вся суть ICO вкладывается в одну фразу. Здравствуйте, я король, и вы должны дать мне 100 миллионов долларов, потому что вы мне доверяете, и я сделаю этот криптопроект хорошим. Распознать безопасный проект для вложения несложно. Как минимум нужно, чтобы монета прошла хотя бы один полный цикл роста и падения, а также она должна реагировать на движение биткоина, а не только падать вниз. А как считаете вы? Поделитесь своими мыслями в комментариях, ну и лайк, подписка, колокольчик.